Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 1 июня, я пришла в теплицу, чтобы поговорить о фитоспорине, потому что несколько вопросов пришло от начинающих о том, когда и как применять фитоспорин. Я хочу сказать вам о фитоспорине. Даже я весной, разведя его, я каждый год покупаю, вот развела. Это у меня как маточный раствор для приготовления рабочего раствора. При высадке я полила, потому что рекомендуется. Потом я его сейчас поставлю в это, ну там у нас в предбаннике, у меня место, где все такие бутылочки. Иногда и про него мы забываем. И вот Света Минина спросила, и я вспомнила, что я тоже иной раз забываю про этот фитоспорин. И когда она спросила, когда и как применять, некоторые начинающие, почему не применяют в течение всего сезона фитоспорин? Потому что это немного сложновато. Надо брать ведро воды, разводить там столовую ложку вот этого маточного раствора, чтобы получился рабочий раствор. Этим рабочим раствором уже ходить поливать. Но многие, вот кто сразу приучил себя к фитоспорину, делают по-другому. И я заранее сейчас скажу, что применять фитоспорин нужно в течение всего сезона. Специалисты рекомендуют, если вы хотите иметь огород без фитофторы, во время поливов применяйте фитоспорин. Применяйте регулярно. Это будут профилактические обработки грунта, профилактические обработки фитоспорином томатов. И это сделать можно очень просто и легко. Добавлять сразу в большую емкость, из которой вы берете воду, и потом вам не нужно высчитывать, просто потом черпаете ведром, лейкой и все. Вот если мы посмотрим, у нас инструкция. Инструкция, она одинаковая почти для всех случаев. Тут вот написано томаты. И погружение корней, и полив. Пишется, одна столовая ложка на 10 литров воды. Это традиционный, стандартный рецепт разведения. Столовую ложку вот этого вот густого, черного, маточного раствора нужно на 10 литров воды. Я сейчас, чтобы не забывать поливать фитоспорином, делаю так. У меня стоит 200 литровая бочка в теплице. 200 литров. Это, как я понимаю, 20 ведер 10 литровых. Значит, сразу, наполнив эту бочку, вы налейте туда 20 ложек фитоспорина. И следующий полив, вот когда он у вас согреется, будете там через 2-3 дня поливать. Следующий полив, значит, у вас будет профилактический. Этой водой поливаете все. И томаты, и огурцы. Вот все, что вы наметили полить, всю эту воду вы разлейте по всему участку. Если 2 раза в месяц вы так сделаете, общую воду, занесете туда вот эти споры фитоспорина, то, скорее всего, у вас будет намного меньше заболеваний, намного меньше будут подвержены заболеваниям ваши растения. Особенно это важно, если стоит, например, ну даже дливая такая погода, не очень хорошая, когда риск есть возникновения грибковых вот этих заболеваний, профилактические поливы, обработки и грунта, и растений фитоспорином, они очень важны. Просто или ложку столовую на ведро, или на большую вот эту бочку. Ну, вы считывайте, если 200 литров, я вот посчитала, мне надо 20 ложек. Я сегодня же налью эти 200 литров, отмерю 20 ложек, и мне на 2 дня, сегодня буду поливать, завтра буду поливать, все полью с фитоспорином. Это еще одна будет профилактическая мера для того, чтобы фитофтора ко мне не пришла. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, и это ответила я на вопрос Светланы Мининой, когда и как применять фитоспорин. Я уже ей ответила, по-моему, там коротко, что везде и весь сезон нужно применять фитоспорин. Сначала это будет профилактический, а потом, если в крайнем случае уже будет заболевание, тогда можно будет чаще. Вот профилактика, 2 раза в месяц достаточно. Все. До свидания. Продолжение следует...